Всем доброе утро. И утро началось с небольшого сообщения от работников отеля, что мы в принципе можем сегодня позавтракать бесплатно в номере из-за того, что коронавирус, там можно заразиться, да, но в отеле и так мало людей, я не знаю, зачем мне такое написали. И в любом случае мы будем завтракать сейчас там, где обычно. Я не понимаю, зачем вообще такое писать, предлагать, если люди изначально приехали отдыхать, и они не собираются сидеть, завтракать, обедать, ужинать в номере, что за прикол. В центр мы, кстати, больше не поедем. Съездили один раз, я купила всё, что хотела, и всё. Я, кстати, очень сейчас рискую и могу уронить телефон. Для тех, кто не захотел заказывать еду в номере, даётся меню. Нету никакого шведского стола, чтобы люди не контактировали между собой, поэтому мы сидим, народу вообще, ну, как видите, немного. Ну что же, настало время обзора, и первым делом, что я хочу распаковать, это мою долгожданную покупку рюкзак от Louis Vuitton. Я так давно его хотела, так давно мечтала, и думала, стоит ли вообще его покупать или нет. Вот таким образом мы открываем коробку, и рюкзачок находится в пыльнике. Сейчас я его вместе с вами достану и покажу. Вот такая вот прелесть. Маленький миниатюрный рюкзачок, в который вместится практически всё то, что я ношу с собой в сумке, непрактически реально поместится, потому что, ну, как бы он вместительный, но выглядит маленьким, и это тоже очень круто. Внутри рюкзачка лежат лямки для него и чек, или это такс-фри, не поняла сначала. В общем, вот такая вот прелесть, и я безумно довольна, что всё-таки решилась купить этот рюкзак. Он прям такой красивенький, миниатюрный, аккуратненький, подойдёт вообще под любой образ. И следующее, что мы с вами откроем, это кроссовки от Burberry. Я вообще не носила такой стиль, но всё-таки решила купить, и мне они безумно понравились. Давайте сейчас откроем, я вам покажу эти прекраснейшие кроссовки таким вот образом. Они чёрно-белые, суперские, удобные, качественные и очень круто выглядят. Тридцать девятый размер мне подошёл полностью от и до. Они очень мило выглядят, и я уверена, что подойдут к любому образу, элементарно даже если их носить вместе с этим рюкзачком. Ну и предпоследнее, что мы с вами откроем, это толстовка от Burberry. Мы это делаем вот таким образом. Всё рвём, всё портим. Вот так вот мы её раскрываем. У неё просто офигенные рукава, начнём с них. Вот такие вот просто офигенские, чтобы всем сразу было понятно. И сама толстовка, она с замочком. Вот такая вот красивая, офигенная, сверкает. Я уверена, вы уже увидели, как. Слепляет. Офигеть вообще, я же сама офигела. Шок. И вот такой вот логотип. Офигенные, с капюшоном. Антисептики сейчас очень актуальны. Снимала это всё во влог, как мы с Полиной выбирали, как мы ходили по магазинам. Так что совсем скоро этот влог можете увидеть у меня на канале. Четыре антисептика и чехлы для них. Вот такие вот красивенькие. Ну и последнее, это лаж. Не думайте, что я с ума свихнулась и покупаю лажи, даже находясь за границей. Просто в лаше в Дубае продавались те бомбочки, которые не продаются в Москве. Вы их во влогах, кстати, сможете увидеть. Сейчас вам их показывать не буду. И вот шампуни. Две штуки. Один из них там где-то валяется. Мне понравилось то, что тут написано всё не на русском языке, а на арабском, на английском. И можно даже элементарно оставить на память или вспоминать об отдыхе, что я их купила не в России. Вот такие вот покупки. Пишите, как вам и что вам понравилось больше всего. Ребятки, я поменяла актуальные в своём профиле. Купила новые иконки. Поэтому обязательно можете перейти в мой аккаунт по отметочке, посмотреть. Там всё о шопинге, о моих днях рождения. В общем, там всё офигенно. Прям вот смотрите. Сейчас с вами будем тестить бомбочку-бабочку, которая не продаётся в России. Очень-очень красивая. Мне она прям безумно понравилась с первого раза. Даёт такие нежно-фиолетово-голубовато-розовые оттенки. Надеюсь, что она окрасит ванную нормальной. Такая красота. Внимание, это самая сухая девочка во всём инстаграм. То, что пишет Хельга, похудение и питание, вы точно не найдёте ни у одного из блогеров. Это точно. Одна её сушка пресса шоколадками даёт нереальные отвесы. И, кстати, отзывы вы сами видели там. Пришли мы на этот раз в японский ресторан. Посмотрите, как тут красиво. Правда, ветер сегодня дует. Но, блин, мне тут очень нравится. Нас прям обслуживают так хорошенечко. Красота.